Идентичность крещения и ученичества Итак, призыв к выражению веры. Мы с вами возвращаемся к вопросу, на котором мы становились ранее. Побуждение к вере. Следующий закономерный и логичный шаг. Вопрос, обращенный к нашему собеседнику, Джон, готов ли ты признать Иисуса Спасителем и Царем и войти в Царство Божье? Если Он говорит «да», тогда предложите Ему лично в молитве сказать Богу то, что Он только что сказал вам. Напомните, что главное не слова, а состояние сердца. Этот момент мы с вами уже обсуждали. Как я уже говорил, молитва грешника знаменует собой важный шаг. Словесное признание своей нужды в Боге, зависимости от Него. Нужды во Христе и желание войти в Божье Царство. Такова классическая форма молитвы грешника. Но, подчеркну еще раз, сама форма, сами слова, не столь важны. Главное, вложенный в них смысл. Признание человеком своей зависимости от Бога, вера в Него, в совокупности всех Его качеств, вера в то, что Он сделал для нас во Христе, и признание нужды во Иисусе. По сути, в молитве грешника все Евангелие. Признание Его главных истин, которые благовестник до сих пор обсуждал с кающимся теперь человеком. Ну и вопрос, вы желаете помолиться вслух, самостоятельно, или хотите, чтобы я провел вас в молитве? Я буду произносить ее, а вы повторять за мной. Предложение за предложением. Я обычно предлагаю людям такой выбор. Здорово, если кто-то изъявляет желание помолиться сам, причем. Этот человек не думает ни о каких формах, он просто выражает свои мысли, говорит о том, что признает Христа своим Спасителем и Господом. Это то, что касается призыва к выражению своей веры, к заявлению о ней. И это, безусловно, повод для радости, о чем мы тоже говорили чуть выше. Если уж ангелы на небе ликуют, то как не возрадоваться нам? Как не выразить торжество любым уместным способом? Как не сказать, что это самое важное решение в жизни? Вступление в Божье Царство – начало преображения уже здесь, на земле, и в вечной жизни на небесах, обещанной Богом, всякому кающемуся и прощенному грешнику. Ну а дальше должны последовать первые шаги новообращенного на пути веры. Мы говорим ему, «Некогда один человек объяснил мне, какой, согласно Библии, должна быть жизнь последователя Христа в Божьем Царстве». Теперь, когда человек в это Царство уже вступил, мы плавно переходим к следующему этапу, а именно к обсуждению жизни в этом Царстве, то есть христианской жизни. Если раньше наше общение с данным человеком носило характер благовестия, мы разъясняли Евангелие и всячески побуждали его к покаянию и вере, к обращению ко Христу, то теперь, когда обращение произошло, мы приступаем к ученичеству. И озвучить это приглашение можно как раз с помощью приведенного выше примера. «Некогда один человек объяснил мне, какой, согласно Библии, должна быть жизнь последователя Христа в Божьем Царстве». Давайте об этом поговорим, когда вам удобно. Идеально, если такая встреча состоится в течение двух дней с момента обращения. Чем раньше начнется процесс ученичества, тем лучше. Если между вами уже установились взаимопонимания и доверительные отношения, то проблем с тем, чтобы продолжить общение, быть не должно. Хотя раньше такие трудности вполне могли возникать, если кто-то заявлял о своем решении последовать за Христом после беглого знакомства с основами Евангелия в ходе разговора с незнакомым благовестником. «Кто такой ученик?» Так переводится соответствующее греческое слово «матитес». В христианском контексте под ним понимается тот, кто учится у Христа, и образу мысли, и образу действий. То есть мы объясняем человеку не только то, каким помыслом, но и какому поведению, какому образу жизни призывает нас Иисус. И такой подход я горячо поддерживаю. Какое-то время назад я общался с Брюсом Филдсом, и мы как раз беседовали о том, какие знания и какое поведение должны быть свойственны человеку, следующему за Христом. Если вчера вы были на служении и слышали проповедь доктора Крофорда Лоренца, основанную на тексте из Иакова, то он именно об этом и говорил. Любопытно, что уже в первой главе своего послания Иаков замечает, если кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, который посмотрел на себя в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков он. И в этом разница между знать и действовать, между просто слушать и слушать, и исполнять. Иногда знания у нас так и остаются знаниями, а то и вообще забываются. Впрочем, это не значит, что они не нужны, просто важно преобразовывать их в действие, что, помимо прочего, должно отличать ученика. Вникая в учение, он развивает у себя ум Христов, вы должный образ поведения, стремится подражать Иисусу и в помыслах, и в образе жизни. Далее, признаки или характерные черты ученика Иисуса Христа проявляются на уровне отношения, привычек, навыков, личностных качеств, знаний и приобретаются благодаря обучению, подготовке, исследованию, практическому опыту, советам, наставникам, дисциплине и так далее. Итак, поговорим об отличительных чертах ученика и конкретнее о тех, что перечислено на слайде, их семь. Есть также перечень и из девяти характеристик, в книге он будет представлен, но я решил его немного сократить, свернуть, коль скоро наш курс посвящен не целиком ученичеству. До сих пор речь шла преимущественно о благовестии, о возвещении Евангелия Иисуса Христа в надежде на то, что наши слушатели Его примут. Цель была в этом. Теперь же важно, чтобы тот, кто уже пришел ко Христу, стал Его подлинным учеником. Но прежде надо понять, что, собственно, этого подлинного ученика отличает, что его характеризует. Чаще всего на вопрос, заданный в церкви, воспитываете ли вы учеников, отвечают утвердительно, да, конечно. Однако, если поинтересоваться, что, какие качества и навыки наставники пытаются сформировать в этих людях, четкий и разумительный ответ можно получить не всегда. Именно поэтому для меня принципиально, чтобы пасторы и лидеры прежде всего сами для себя определили, кого они воспитывают, кого, по их мнению, следует считать подлинным учеником Христовым. Я довольно часто бываю в разных общинах и то и дело слышу, что ученичеством там занимаются. тогда я прошу познакомить меня с учениками. И в ходе общения с ними выясняется, что ученики разных общин друг на друга не похожи и порой весьма. Вот почему столь важно понять, кого же мы воспитываем, что должно отличать наших подопечных как последователей Христа. Руководителям церкви стоит хорошенько над этим поразмышлять, так как от этого, на мой взгляд, зависит все остальное. Нам дано поручение учить народа соблюдать все, что повелел Иисус. И коль скоро мы его исполняем, наши служения, программы и учебные планы должны быть подчинены этой цели, содействовать ее реализации. Нередко в общении что-то делается потому, что так принято, что так было всегда. И какие-то служения и программы мы даже не рассматриваем через призму ученичества, не задаемся вопросом, для чего они нужны, как способствует духовному развитию члена в общине. Так что вопрос этот носит фундаментальный характер, и в его осмыслении помогают такие книги, как «Уникальная церковь» Уилла Монсини. Автор призывает церковных руководителей к размышлению. Ученик. Кто он? Кого мы воспитываем? И что делаем для того, чтобы сформировать у христиан необходимое, на наш взгляд, качество? Но при всей значимости вопроса задаются им далеко не все, куда чаще церковь функционирует в привычном режиме, делает то, что принято, проводит богослужения, группы и так далее и тому подобное. При этом считается, что они определенным образом способствуют воспитанию учеников, тогда как никакой целенаправленной стратегии, никакого конкретного плана в этом деле нет. Итак, портрет ученика Иисуса Христа. Первое. Ежедневно ищет общение с Богом. Следовательно, наша задача — такое стремление сформировать. Общение с Богом происходит преимущественно в молитве и в процессе чтения Писания. А значит, в жизни подлинного ученика эти практики, эти дисциплины должны непременно присутствовать. Дальше. Подлинный ученик демонстрирует все большую непоколебимость и убежденность в своей идентичности во Христе. Он знает, кто он. Он знает, что он чадо Божье, человек, искупленный Агнцем, наследник вечной жизни, сонаследник Христу, тот, кто имеет единство со Христом. Благодаря всему этому он ощущает уверенность, безопасность, защищенность. Если это состояние не формировать, не развивать, его просто не будет. А это неправильно. Истинный ученик должен чувствовать себя все увереннее и безопаснее, твердо осознавая, кем он является во Христе. Кроме того, и это в третьих, он все больше смотрит на жизнь с позиции христианского мировоззрения. Речь идет о преображении нашего восприятия мира. Так для кого-то он станет менее фрагментарным и более целостным. Словом, действительность будет восприниматься и осмысливаться по-другому, через призму формирующегося нового мировоззрения. Этому прекрасно способствует экспозиционная проповедь, большим сторонником которой я являюсь. Четвертый пункт. Между учениками существуют отношения взаимной поддержки, способные обеспечить жизнь общей, на где есть рост и взаимная подотчетность. А здесь, смотрите, происходит как бы сдвиг. Если первые три пункта описывали вертикальные отношения, связь ученика с Богом, то в четвертом мы переходим в горизонтальную плоскость, плоскость взаимоотношений между учениками, которые должны характеризоваться взаимной поддержкой, взаимной подотчетностью, взаимным воспитанием, формированием, в общем, тем, что обозначается термином кайнония, соучастие, общность, а также термином параклиз, пребывание рядом, утешение, увещевание, ободрение. Далее, подлинный ученик стремится выстраивать свои семейные отношения так, чтобы в семье были все условия для полноценного роста и развития во славу Божию. Речь идет о биологической семье. Вспомните послание Павла. Начинает он с того, кем мы являемся во Христе, а заканчивает наставлением отцам в деле воспитания детей с женам, касательно отношения к мужьям и мужьям к женам. Иначе говоря, ученик должен привести семейную жизнь в соответствие с Божьими требованиями. Новообращенному следует объяснить, как вести себя по отношению к родителям, даже если это люди неверующие, как пришедшим к вере женам вести себя по отношению к своим необращенным мужьям. Писание об этом говорит. Как отцу относиться к детям? Следует ли пересмотреть привычные модели поведения? То же самое касается и детей. Повторю, все это есть в Писании и входит в практику христианской жизни. Наша задача помочь человеку, насколько это возможно, научиться жить в своей семье так, как это подобает ученику Иисуса Христа. Автоматически это получается не всегда, все люди разные и многое зависит от того, кто христианин, а кто нет. И, может, значение также имеет и фактор времени, равно, как и многие другие факторы. Пункт 6. Ученик понимает, что у него есть духовный враг и умеет ему противостоять. Речь идет о дьяволе, враге, клеветнике братьев, о том, кто, как говорится, в Иоанна 10.10 приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Так вот, ученик знает, как ему противостоять. Вы же я уже говорили о том, что если новообращенный христианин испытывает внутренний духовный конфликт, а благовестие — это всегда столкновение духовных сил. Если укрепление веры сопровождается более сильными нападками врага, нам необходимо помочь ему, помочь осознать свою свободу во Христе, оказать ему поддержку, в том числе и молитвенную. Кажется, к сегодняшнему или завтрашнему занятию вы должны были читать Роберта Вебера о ранней церкви. Речь там о периодах или этапах, один из которых общецерковная молитва о новообращенном, о том, чтобы Господь даровал ему сил в противостоянии духовному врагу. Седьмой пункт. Ученик развивает отношения с неверующими, содействуя их духовному возрождению. По сути, это и есть благовестие, когда в контексте дружеских взаимоотношений с людьми, далекими от Бога, христианин, как подлинный ученик Иисуса Христа, получает возможность не только самостоятельно, но и совместно с другими верующими познакомить этих людей с Евангелием, рассказать им о Христе. Здесь имеется в виду и краткосрочное, и долгосрочное благовестие. Без этого великое поручение не исполнить. Тогда считайте, что вы этим не занимаетесь. Об этом говорит Дон Карсон, которого я часто цитирую. Мы все ученики и от исполнения великого поручения не освобождаемся, а коллективная форма благовестия позволяет даже тем, кто испытывает в этом какие-то трудности, чувствовать себя комфортнее и увереннее. Дальше, ученик посвящает себя служению Богу на работе, в церкви и в других социальных контекстах. речь о том, на что мы тратим жизнь, как ей распоряжаемся, видим ли в ней ценность для Бога, рассматриваем ли работу, то, чем мы занимаемся, как способ исполнить свое христианское предназначение. Иногда эти понятия смешивают, но я их разделяю. Род занятий — это одно, а призвание — другое. первое позволяет зарабатывать средства на жизнь, второе — это миссия, наше предназначение, наше призвание во Христе, призыв к верности Иисусу, к следованию за Ним. Первое может меняться, второе остается неизменным. Пункт 9 относится ко всему, что сотворил Бог, как благоразумный и верный управитель. Да, мы несем ответственность за надлежащее исполнение так называемого культурного мандата, поручения заботиться о творении, о земле и о тех, кто ее населяет, и животных, и людях. Вот то основное, что отличает ученика Иисуса Христа. А теперь о том же, но в виде диаграммы. первые три пункта, это верхняя часть диаграммы, характеризуют отношения христианина с Богом, единство с Ним. Горизонтальная плоскость, пункты 4 и 5, поддержание отношений, характеризующихся взаимной поддержкой и подотчетностью, а также приведение человеческих отношений в соответствии с Божьими требованиями. Это, повторю, сфера межчеловеческих отношений. И последние три характеристики ученика связаны с противостоянием дьяволу, выстраиванием отношений с людьми с целью и благовестием. Ну и два последних пункта касались работы и Божьего творения. Таким образом, ученика Христова отличают девять вышеперечисленных черт, которые довольно легко укладываются в только что представленную мнемоническую схему, которая способствует лучшему их запоминанию и дальнейшему воспроизведению. Первоначально, и это следует отметить, ее предложил доктор Селл, а я немного видоизменил и дополнил. Возможно, кто-то из вас эту схему уже изучал в рамках других программ или курсов, например, по философии и служения. Какого ученика мы формируем? Над этим важно размышлять. Что мы хотим вложить в новообращенного христианина? Особенно этим вопросом должны задаваться пасторы. Что мы, как община, делаем для обеспечения развития новообращенных, для формирования у них вышеперечисленных качеств? Отвечать перед Богом придется не только за то, во что мы верили, что проповедовали, но и за то, что как община делали, чтобы воспитать у новообращенных христиан те черты, о которых мы только что говорили. Вы уж простите мне такое лирическое отступление, но кафедрой пасторское служение не ограничивается. Мы призваны воспитывать учеников. Проповедь решает эту задачу лишь отчасти, так что вкладываться исключительно в нее не стоит. Конечно, нам следует думать о том, кого мы формируем, а общине важно учиться и мыслить по-христиански, что достигается посредством проповеди. Однако пасторское богословие включает в себя не только это. Служение пастора более многогранно. В конечном итоге мы воспитываем ученикова Иисуса Христа, потому должны создавать возможности, чтобы христиане таковыми становились. нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Формирование учеников происходит посредством вливания в малые группы последователей Христа с целью обучения, ободрения, практики духовных дисциплин и подотчетности. Чем охарактеризуют соотношения, обеспечивающие поддержку и способствующие росту и развитию. Далее формирование учеников также происходит в ходе поклонения в виде ежедневной молитвы. Это так называемое тихое время с Богом, время нашего личного с Ним общения, а также еженедельных общецерковных встреч и регулярного воспевания Божьих дел, спасения, празднования христианских праздников. Значимую роль в воспитании ученика играет общее поклонение, которое помогает христианину ощутить себя частью тела Христова. Это время, когда мы целиком сосредоточены на Боге, что крайне необходимо в песнях, молитвах, когда размышляем о своем предназначении, о своей миссии в этом мире. Порой церкви этот момент недооценивают, пренебрегают им. Но давайте вспомним об общецерковной молитве сокрушений, молитве плачи, которая помогает увидеть действительно плачевное положение мира, человеческое отступничество. Это помогает понять, в чем заключается миссия церкви в целом и роль в ней каждого отдельного христианина. А значит, важно не только плакать и сокрушаться, но и целенаправленно размышлять над тем, каков Бог, потому что одно лишь сокрушение может повергнуть в отчаяние. Да, состояние мира плачевно, но у нас есть Бог, который поручает нам определенные действия, о чем я не перестаю повторять. В моей книге есть глава, посвященная формированию благовествующей церкви. Такая церковь целенаправленно вносит в служение элементы, напоминающие христианам об их миссии, об их предназначении, в том числе и в части, касающейся благовестия и тех задач, которые перед нами стоят. Да, поклонение сегодня не перестало быть теоцентрично. Оно личностно ориентировано, индивидуализировано, но порой совершенно оторвано от миссии и свидетельства о Христе в этом мире. И в этом смысле ситуацию в современной евангельской церкви Америки я бы назвал трагичной. Напомнить общение о миссии можно и с помощью каких-то печатных материалов, в проповеди в части применения рассмотренных истин, и в молитве благословения, в том числе и когда церковь отправляет какие-то свои группы на выполнение того или иного служения. Это тоже пример взаимосвязи, поклонения и благовестия. Идем дальше. Проповедь Божьего Слова, способствующая преобразованию мировоззрения, убеждения и поведения христиан. На следующем этапе мы отправляем учеников Христа в мир, дабы они выполняли свое предназначение, благовествовали и являли собой пример подлинного следования за Христом. И здесь я еще раз подчеркну уже озвученную ранее важную мысль. Исполнение миссии благовестия крайне важны для нашего формирования как христиан. В пятницу вечера мы с вами идем в Бойс Таун, где прямо на улице будем говорить с людьми о Христе. Если раньше вы этого никогда не делали, поверьте, такой опыт будет способствовать вашему развитию, вашему становлению и поможет еще раз почувствовать и понять, кто вы во Христе, стать его устами, произнести слова истины, обращенные к людям. Этот опыт практически необходим для нашего роста. Без него полноценное формирование нас как последователей Христа невозможно. Так что если вы как пастор пускаете это дело на самотек, вы допускаете ошибку. Здесь требуется целенаправленное усилие, а именно целенаправленный поиск и создание возможностей для благовестия, его практического осуществления с тем, чтобы не только возвестить людям о Христе, но и самим стать более зрелыми его последователями. Помню, как когда-то, по-моему, еще в старших классах средней школы я по просьбе сестры публично в церкви рассказывала о своем пути к Богу. Это было необычное богослужение, оно проходило совместно с окружной ярмаркой, в контексте окружной ярмарки. В амфитеатре собрались 200 человек, перед которыми мне предстояло выступить. Знаете, что я дрожал, как осиновый лист, ничего не сказать. Но как только я вышел вперед, меня как будто наполнила сила Божья. Мне тогда было лет 17, и я говорил, говорил о том, как с помощью своей сестры пришел к Богу, она сидела в аудитории и плакала от переполняющих ее чувств. Как же повлиял на меня этот опыт, опыт публичного свидетельства о своей вере, о роли Христа в моей жизни, о том, как Он ее преобразил. Свидетельства в своем родном городе, перед аудиторией, 200 человек. Он послужил моему формированию и становлению как последователя Христова. Я понял, что что-то приобрел, что в тот момент со мной что-то произошло. Так вот, для этого пастор периодически и ставит своих членов общины в условия, необходимые для их христианского роста и развития. Такому развитию способствуют так называемые евангелизационные акты служения. Поэтому мы и отправляем христиан в мир, которому они призваны нести благую весть. На следующем занятии о свидетельствах мы поговорим, ведь наша задача обеспечить развитие у членов своей общины всех девяти черт истинного ученика Христа, сделать так, чтобы люди увидели их ценности, самостоятельно стремились в этом совершенствоваться. Важно не дать уйти на второй план тому, без чего полноценно воспитать ученика невозможно. Такие шансы упускать нельзя. Движемся дальше. Христианская духовность. Это значит жить в соответствии с тем, что определяет собой крещение, умереть для греха и воскреснуть для новой жизни во Христе. Задача церкви в этом христианам всячески помогать. Вся христианская жизнь это жизнь отречения от собственного я и признания господства Христа, что проявляется в конкретных видимых делах. Духовность ученика формируется посредством молитв, противостояния дьяволу, миру и плоти, поста, а также чтения, заучивания библейских стихов и размышления над ними. Божественная или духовная чтение, практикуемое монахами-бенедиктинцами, прекрасный образец древней духовной практики. Чтение библейских текстов, размышления над ними, обращение к Богу в молитве, стихами из Писания и стремление понять, каков Он, Бог Библии, чего Он от нас ожидает. Замечательная дисциплина. Если мы хотим, чтобы наше паство проводило время с Богом, общалось с Ним, можно научить ее соответствующим практикам и способствовать их закреплению. Заучивание и произнесение символа веры также помогает утвердиться в том, кто мы во Христе. То есть, практически все вышеперечисленное способствует более глубокому пониманию нашей веры и идентичности в Иисусе. в Иисусе. Далее. Об ойкости мы уже говорили в контексте темы благовестия и отмечали, какие возможности Он предоставляет. Сейчас же хочется подчеркнуть важнейшее значение руководящей роли пастора благовестия. Этого вопроса мы с вами сегодня тоже касались. И мы уже говорили о том, что мы уже говорили сегодня. Помогаем ли мы членам общины достигать все большего единства с Богом и развивать отношения с людьми? Учим ли мы их благовестовать родным и близким? Рассказываем ли, как строить отношения с людьми, чтобы свидетельствовать им о Боге? Открываем ли Божий взгляд на нашу земную работу? Помогаем ли увидеть в ней возможность исполнить свое христианское призвание? Обращаем ли их внимание на то, что мы ответственны перед Богом за то, как управляем вверенным нам тварным миром? Ну что ж, на сегодня все, а в заключении, как всегда, вопросы для обсуждения. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok